Привидище! Это Лего Фортнайт, и мы продолжаем. Я нахожусь напротив песчаной пещеры, и мы туда направляемся, потому что она необычная. Она очень-очень жаркая, и к тому же лавовая. Мы практически до недр планеты Лего добрались. И, скорее всего, вот эти вот светящиеся осколки называются лавалит. Надо сходить и проверить. Я сюда поперся-то чего? Ради того, чтобы найти медь. Опа! Я, пожалуй, достану сейчас. Меня запалили. Надо драться. Какой серьезный скелет! Ну, я с ним управился. Кинжал открылся мне, и я поднял лавалит. Все, места у меня больше нет. Я хотел достать плавильня! Вот! Наконец-то! С лавалитом у нас открылась плавильня, и теперь я смогу выплавить медные слитки, чтобы продолжить апгрейд верстака. Здорово! Я хочу... Что это у меня? Фруктовый пирог мне попался. Съешьте, чтобы восстановить здоровье, утолить голод и временно ускорить восстановление в носу. Мне это пока не нужно, я хочу выпить вот шейк из свежих ягод. Чтобы меня не долбил жар, выпиваем коктейльчик. Вроде бы на 10 минут мне полегчало. И это хорошо. Теперь нужно выкинуть отсюда гранит, кости, и, в принципе, пожалуй, пока на этом все. А, ну и, конечно же, вот, факел. Без него никак... Динамит? Ты с ума сошел? Мы в пещере! Она может в любой момент обвалиться, если взорвется. Мясной пирог получил. Господи, я же оружие апгрейдил на получение ресурсов. Ёлки-палки, нифига себе, как они мне... Уходим, уходим, уходим. Больновато. Очень больновато. Они же сюда не залезут. Черт, они слишком умны. Че я делаю вообще? Надо убегать отсюда, я думаю. Ой! У меня еще же есть этот. На камень, если залезу. Спокойно. Они же на камень не должны залезть, они же не такие умные. На тебе, в шапку. А! Но они умеют кидать. Ладно, я убегаю. Закидали меня камушками. Нифига себе. Опасная лововая пещерка попалась. Что ж, надо подкрепиться. Вот у меня еще бургер есть. Можно пирог, в принципе. Съешьте, чтобы восстановить здоровье и утолить голод. Вот этот вот я пирог съем. Похож на огромную какашенцию. Ну, что поделать. И тут чертовски холодно. Надо быстрее жрать и я обратно в пещеру. Есть. Еще три сердечка плюсом. Здорово. Пойду нагибать тех скелетных шахтеров. Они как раз меня тут ждут. Привет! Готово. С одним разобрались. Лесной топорик, кстати, необычный. А, скорее всего, редкий. Надо что-нибудь выкинуть, что ли. Вот, Костя сейчас выкину. Топорик берем. А, он необычный. Ну, тогда мне это не надо. Кирку тоже можно выкинуть. Все. Продолжаем. Продолжим. А вон там что такое светится? Скорее всего, там кто-то самоубился. Самоликвидировался. Что ж, вниз попробую спуститься. Сейчас вот это вот разберу. Все, дерево я собрал. Вниз сейчас попробую спуститься и добыть вот это вот. Это же точно лавалит? Скорее всего, да. Похож на светящийся янтарь, если честно. Ну, да. Это лавалит. И причем в большом количестве. И теперь я смогу дома поставить себе нормальные лампы. И люстры. И светильники. И плафоны. И что захочу. Ну, у меня теперь два варианта. Либо обратно выбраться, откуда я пришел. Либо туда. Я выберу второй вариант. Сейчас. Вот так вот сделаем. Конечно, не так все просто. Но вроде делается. А тут мне надо будет сейчас перепрыгнуть. Ох, обошлось. С теми-чуваком сейчас разберемся. В шапку не попал ему. Мимо. Можно его в лаву скинуть, в принципе. Но зачем? Я и так с ним разберусь. Тут у нас медь. Вот ящик есть. Пойдем откроем. Значит, пороховое ядро обязательно. Факелы пригодятся. Стрелы вот возьмем. Бичеву. Ну, давай тоже возьмем. У меня еще и пять динамитов есть откуда-то. Ничего себе. Можно их потратить. Почему бы нет? Устроить тут бомбалы. Туда докину. Вот так вот если кину, он подойдет и должно... Ох! Он не понял, что произошло. Мимо. Хорошо. Надо теперь построить... Вот тут есть деревяшечки. Сейчас их насобираю. Построим мостик туда, в ту сторону. И просто перепрыгнем. Давай, где-то же здесь еще должно построиться. Вот чуть подальше. Ага. Ну, в принципе, должно все быть ок. Здорово. Там динамитчик. Он меня запалил. Сейчас будет кидать нам динамит. Уходим, уходим, уходим отсюда. Ох, как он своего подорвал-то. Красавчик. А я теперь себя скидываю отсюда. Черт. Как же это сильно-то, а? Когда динамитом раскидывается. Сколько тут... Тут и еда есть. В виде пирога. Тут лавалит у нас. И, в принципе, на этом все. Продолжаем поиски чего-нибудь интересного в этой пещере. Например, сундуки. О, да тут здание внутри было. Кто-то тут жил. Еще динамиты. Еще динамиты. Здорово, спасибо, что оставили мне эта медь. Меди у меня уже в достатке. Я бы, может быть, еще лавалита пособирал. Да, лавалита стоит пособирать. Ребятки. Вот вам динамит. Подрыв. Долго-долго-долго подрывается. Очень долго. Ну и что, я так с ними справлюсь. В принципе, они легкие. Ой, началось, 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 началось. Минус один. Все, разобрался с ними. Топорик вот этот необы... Лесной! Значит, надо что-то выкинуть. Вот это выкидываем. Лесной забираем. Теперь надо что-нибудь похавать. Например, ботом. Перекусим им. Отлично. Все сердца сразу восстановил. Возвращаю факел. Так. И продолжаем наши темные путешествия по пещерам. Чертовы скорпионы. О, сундук. Ничего себе. Еще динамит. Спасибо. Перчики тоже заберем. А это, наверное, сломаем. Какой крепкий сундучок. Рубины. Место есть. Надо что-нибудь выкинуть. Если выкину, место будет. Пожалуй, перцы выкинем, а рубины возьмем. Вижу еще один сундучок. Вон та вот. Будем сейчас до него добираться. Ух ты, елки. Сраный скорпиошка. Не-не-не, кирку не надо. Ты что у нас? У меня сейчас еще и меч ломается. Вот это не круто. Убегаем. Скорее, пока он не взорвался. Перепрыгнуть должен. Шикарно. Дайте меч, пожалуйста. Пигни. Грибы-то мне зачем? Скажите, на милость. Грибы мне не нужны. По факелам у меня полный стак из 30 факелов, поэтому больше мне не собрать. В принципе, ох ты, надо это топить. Шейк, 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 шейк. Скорее. А, ну слава богу. Это был не шейк. Я просто факел выкинул. Ну, по такому поводу можно отсюда последний факел добрать. Вот так. Что ж. Я так полагаю, там у нас взрывные колобки. Вон они. Нам, походу, по-любому вниз надо спускаться. Да я еще наверху не все проведал. Ай-яй-яй. Ох, как меня пронесло-то. Очень сильно меня пронесло. Значит, вверх мы больше не будем исследовать. Добываем лавалит. И ползаем по низу. Есть одна неприятность. У меня всего две древесинки осталось. Поэтому надо их как-то очень разумно... Ай-яй-яй-яй. Ничего себе, я половю, а как-то могу прыгать. А я тут выстраивал. Ну и хорошо. Что могу прыгать. Меча у меня больше нет. Есть только динамиты. Поэтому буду обходить неприятности. Там у нас кто-то вылез. Походу обойти не получится. Берем динамит. И кидаем ее сюда. Можно несколько. Ой, далековато он взорвался. Бинго! Прям хэдик выпал. Долбанная перезарядка. Лавалит берем. И бежим. Самое интересное, что я... Немножко тут запутался. И не знаю, где тут выход. Будем сейчас его искать. Выход! Ты где? Потому что мне уже пора отсюда валить. Все, что хотел, я тут собрал. А именно лавалит. Поэтому... Ух ты! Ко мне там какой-то скоростной скелетон подбежал. Тут у нас есть что-то интересное? Эта пещера чертовски огромна. Можно отсюда вот спуститься. К сундучку прямо. Аккуратненько. Давай-давай-давай, падай. Ну падай, ты уже не стоишь на кончике. Стой, подожди. Это я... Нет, это другой сундук. Явно другой сундук. Но тут ничего интересного. Ты что, хочешь мне вкинуть камень? Я не позволю тебе это сделать. За мной подрывник бежит. Ну давай сейчас с ним разберемся, в принципе. Взрывайся уже. А он не взорвался, зараза. Все, у меня сломался меч. Осталась надежда только на арбалет. И на пироги. Последний удар. Можно, в принципе, и кирка его попробовать сбахнуть. Вот так-то. А это я заберу. Ну, я, естественно, не понимаю, где тут выход найти теперь. О! Нашел выход! Но не тот, через который я входил. Посмотрим, куда он нас придет. Так, и где же мы? Мы черт знает где. А где входили, где-то тут. Нормальненько я так прошерстил пещеру-то. Единственное, я не понимаю, почему на карте метки теперь не ставятся с пещерами. Прям капец какой-то. Хотя я ее открыл, пожалуйста, отметьте мне ее. Я здесь тогда свою метку поставлю. Вот такую вот. Метка стоит, метка стоит. Можете теперь и домой чесать. Отведаю нового пирога. Восстанавливаю выносливость и сердца. Причем выносливость теперь имеет в еде определенную штуку. Видишь, выносливость теперь пятого уровня. Это значит, что она будет восстанавливаться убер-быстро. Здорово, ребятки! Как ваш ничего? У-у-у! Бомбистка-идеалистка, давненько тебя не видел. Что расскажешь? Приятно снова встретиться. Ты не представляешь, как это утомительно целый день бегать от бури. Если тебе позволение, я проведу эту ночь в твоем поселении. Да, пожалуйста, сколько хочешь. Итак, значит, у нас есть лавалит, а это нам позволит построить половильню. Нужно всего лишь 35 осколков обсидиана. У меня где-то они валялись. Где-то валялись, но я не помню где. А, вот они! Вот где вы валяете, мои дорогие. Но у меня всего 20, поэтому нужно будет обработать еще немножечко. Эдак штук 15. Теперь хочу посмотреть на кинжал. Где он у нас? Вот. Чего? Он обычный, всего 2 урона наносит. Простой кинжал, идеальный для ближнего боя. Наносит критический урон при ударах со спины. А-а-а! То есть, его фишка это в стелсе играть с ним. Все понятно. О! Случайно каким-то макаром открылся охотничий кинжал, да еще и редкий. И необычный. Подожди, а с чего это вдруг? Я же ничего не делал. А, может я что-то поднял. Да, я обработанный кристалл, короче, поднял. И вот. Редкий кинжал наносит 4 урона уже. Необычный 3. Ясно. Будем иметь в виду. Обсидиан обработался. Обработался. И теперь размещаем нашу плавильню. Скорее всего, это последний из станков. И теперь я могу при помощи плавильни делать медные слитки. Осталось только тут еще крышу сделать над этим всем добром. Вот такую вот. Чтобы не намокало. Залазим в плавильню. И тут лишь медные слитки. И чтобы это все расплавить, нужен не уголь и дрова, а лавалит. Пробуем это все дело переплавить. Сколько мне там медных слитков нужно для улучшения моего верстака? Пойду посмотрю. Верстачок. 15 слитков. Ага. Значит, надо делать 15. Вот так. Также сейчас сделаю себе кинжал. Не редкий, а простой. Посмотреть его эффективность. Для редкого там нужен обсидианевый блок, а граненая рябина слишком дорого. Вдруг кинжал окажется неэффективным. Поэтому делаю необычный. Берем его теперь в руки. Как он выглядит? Ух ты, какой я ниндзя! И надо было пойти попробовать на ком-нибудь стелсовые приемчики. Вижу цель. Черный обычный волк. Зайду, наверное, из кустов. Врубаем стелс. Вот так вот прячемся. Черт, меня походу спалили. Не прокатило! О, фейка! Фейка хочет меня куда-то сводить. Сейчас, подожди, мне тут со стелсом надо разобраться. Там вон еще волк есть. Я к нему сейчас подкрадусь. Вот, я в стелси. Крадемся. Меня пока не палят. Стоямба, волчара. Не паникуй. Сколько же урона я тебе сейчас нанесу? Блин, четыре. Но кинжалом очень быстро бью. Гораздо быстрее, чем мечом. То есть, меч, он такой размашистый, долгий. А кинжалом хоп-хоп-хоп и готово. Так, кинжал у нас наносит три урона. Но я сейчас кританул и четыре нанес. Маловато как-то критует он. Маловато. Ладно, погнали, короче, за феей. Посмотрим, куда она нас хочет привезти. Опа! Фея привела меня к преступникам. Ну что ж. Раз такие дела. У меня кинжал! Не подходите ко мне. Быстренько их раскидываю. О, спасибо за стрелу. Куда ты убежал? Убегай от меня. Я хочу ударить тебя в спину. Блин, она кулаком меня фигачит. Ты чё? А вот если я в стелсу, смотри. Ну понятно, один удар, и я из стелса выхожу. Всё, могу сундук открыть. Но там, скорее всего, ничего интересного и ценного. Потому что это зелёный биом. Что тут может быть ценного? Земля. А вот, кстати, багет я возьму. Спасибо. Всё остальное мне не нужно. Последний сниток остался. Надо немножечко подождать. И вот, 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 вот. Спасибо, наконец-то. Так что-то у меня присоска, редкий инструмент открылся. Схема предметов шесть штук целых. Ищите. Какие ещё схемы показываете? Рыцарский щит. Редкий. Лопата. Тоже редкая. Печь открылась. Металлический ящик. Большой сундук. И всё. Окей. Пойдём апгрейдживать наш верстачок. Чешуйка ужасная нужна. Они у нас есть. В принципе, всё. Улучшаем. Виола. Теперь у меня новый верстак. Я могу делать эпическую кирку. Редкий амулет хладнокрови. И бодрящий тотем. Я чё-то подвис. Точнее, мой персонаж залип на создание. Лесной топор. Посмотри, какой эпический. Крутой. Вау. Так. Давай разбагивайся. Эй. Хорош уже. Надо чё-нибудь усучить. Давай сожжём чё-нибудь. Никакая анимация не работает вообще. Чё за дело? Развисни. Ладно, давай. Лесной топор. Чё ему нужен? Медный слиток и палка из корневяза. Это мощный топор из меди. Чтобы рубить ледяные деревья, скорее всего. Кирка. Обсидиан и морозная сосна нужна. Вот так-то. То есть, вначале делаем лесной топор. Идём рубить сосны и потом уже кирку. Лады по оружию. Длинный меч. Наконец-то из меди. 7 урона будет наносить. Я его потом ещё зачарую. И вообще он будет очень крепкий. Щиты тоже у нас медные появились. Так, вот бодрящий тотем. 10 к защите. 4 сердца даёт. Я бы этот тотем сделал. Амулет хладнокровия. Тоже 4 сердца. 10 к защите. Амулет стойкости. Как-то странно, да? Амулет стойкости. То есть, он должен много брони давать и много сердец. Но нифига. Амулет хладнокровия и то больше даёт, чем этот амулет стойкости. А, ну тут смотри, что написано. При получении урона повышает защиту на несколько секунд. Вот как он работает. Амулет регенерации. Постепенно восстанавливает здоровье. Ну что хочу сказать. По-любому буду делать тотем бессмертия. Амулет хладнокровия. Амулет внутреннего огня. Потому что для зимнего биома он очень нужен, чтобы согревать меня. И ещё бы я сделал амулет регенерации. Но это получается уже 4 тотема. А я всего 3 могу выбрать. Буду думать. Теперь я ещё хочу посмотреть, что там за присоска у нас появилась. Присоска, присоска. Во! Выстрелите вантузом и притяните себя к цели. Классная штука. Надо сделать. Пойду плавить слитки. Блин, причём это дорогое удовольствие, я тебе хочу сказать. Потому что на плавление тратится 2 лавалита. Это капец как много. То есть вот я хочу получить 8 слитков. А это значит, что мне нужно 16 лавалитов на расплавку меди. Дорого, зараза. Я же ведь ещё хотел поставить светильнички какие-нибудь. Вот на улице хотя бы вот такие. Но они делаются из железных слитков. Ты представляешь? Так что пока что не судьба на улице. Фонари мне поставить. Чё по сундукам? Вот по этим. 20 ячей хранения. Уф! Это сильно. Ещё же холодильник я могу построить. Из мраморных блоков. Пожалуй, я это сейчас и сделаю. Мрамор у меня тут есть. Пойдём. Холодос нам нужен для еды. По-любому. Стоять он у нас будет на втором этаже. Рядышком. Где он будет стоять? Тут место занято. Везде место занято. Какое он вообще по размеру? Сюда он бы влез, кстати, отлично. Угу. Ну вообще его на кухне надо бы поставить. Чё, вот это вот убрать? У меня тут ничего нету. Так что, вот это я ломаю. Вот так вот. И ставим сюда холодильник. Отлично. И место хранения есть. Здорово. Буду мясо теперь в нём хранить. Медные слитки готовы. Бежим теперь за шнурками. И за порохом. Без пороха вообще никак. Он у меня где-то тут. Вот отлично. Присоска у нас есть. Она у нас... Ага. Тридцать раз её использовать можно. А чё так плохо-то? Вот это да! Я как Человек-паук, блин. Вот это круть. Офигенная штука. Мне нравится. Но жалко, что она с зарядами. Короче, в пещерах пригодится. Теперь я перехожу к созданию тотема бессмертия. Чешуя песчана ужасная у нас есть. Чисто случайно её добыли. Те, кто смотрел предыдущие серии, знают. Также нам нужна ещё шерстяная нить. И обсидиановые блоки. В принципе, всё. И наш первый редкий тотем уже готов. Тотем бессмертия. Создаём. Теперь нужно понять, вместо чего мы его поставим. Амулет хладнокровия. Три сердца, пять защиты. В принципе, они все так и дают. А вот обычный тотем амулет здоровья я уберу и поставлю вместо него тотем бессмертия. Ух, сколько у меня сердец. Дальше. Какой следующий у нас будет тотем? Амулет внутреннего огонька. Огранённый рубин нужен. Огранённый рубин у нас где-то был всего один. Всего один огранённый рубин. Вот ещё есть. Все ресурсики собрал. Амулет внутреннего огня создан. Также его вместо амулета здоровье. И теперь у меня 19 защиты и ещё больше сердец. Остаётся нам сделать ещё амулет регенерации или бодрящий тотем. Окей. У нас сейчас ночь. Надо немножко перекурить. Я думаю сделать себе наконец-то какой-нибудь фонарик из лаволита. Вот. Настенная лампа. И куда-нибудь её пришпандорить. Например, может быть вот здесь вот. Вот так вот. Ну здорово. Классно очень смотрится. Теперь у меня здесь в моём сарае есть хотя бы какое-то освещение. А я возвращаюсь к созданию эпического лесного топора. Палка корневяза. У меня их тут просто завались. И идём в зимний биом, чтобы добыть эпические дрова сосен. Чтобы в дальнейшем сделать эпическую кирку. И пойдём мы в зимний биом не просто так. А скорее я бы даже сказал не пойдём, а полетим на воздушных шариках. Беру и делаю шёлковую ткань. Две штучки мне, пожалуйста. Ох ты, у нас пусковая установка появилась. Как это я пропустил этот момент? Нажмите, чтобы подлететь в воздух. Классная вещь. Я бы её на вышку установил. Короче, для пусковой вот этой установки. Я сейчас тут платформу сделаю небольшую. В виде вот... Нет, это слишком маленькая, наверное, будет. Вот так вот. Я думаю, что будет норм. Вот это я, конечно, бы убрал. Она тут мешает теперь нам. Вот так вот. Она отлично сюда вписывается. Прямо вот как надо. Это чуть подальше надо сделать. Ну-ка, 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 проверяем. Вот это я понимаю. Вот это нормас. Не зря я здесь смотровую вышку сделал. Чётко. А теперь я пробую построить свой первый воздушный шар. Вот токенный. Если я его сейчас поставлю, интересно, он сразу же полетит? Так, стоп. Мне по-любому нужен деревянная палка. Нет, я хочу посильнее что-нибудь. Факел, порох и деревянная палка. Всё равно нужно. Окей. Палок у меня завались. Остался порох. С десяток возьму. Остальное пускай остаётся. Ну что, я думаю, что мы сейчас полетим, наверное. О-о-о-о! Мы летим! Матушка природа! Посмотри, какая красивая! Ну, мне нужно лететь в зимний биом, поэтому без реактивчиков никак. Как бы их только бы боткнуть сбоку, как... Чё-то... Чё-то я где-то... Опрофанился, мальца. Всё, это максимальная высота. Я прям выше некуда. Нам бы теперь как-то... Надо здесь какую-то пристройку сделать срочно. Проблема в том, что у меня нифига нету. Так, окей. Надо опуститься вниз. Как мы это сделаем? Правильно, при помощи двигателя. И... Блин, я... У меня аж нет переключателя. Древесина, однако, нужна. Насельника... Всё, профукали. Ну, слава богу, там внизу моё поселение, поэтому рушим и вот это. Подаем, 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 подаем. Всё нормально. Всё ок. Ловим то, что мы потеряли. Порох. Всё есть. Защебись. Пойду за брёвнами. Без них вообще никак. Что ж, приступим. Толкаем нашу платформу сюда. Нам нужен симметричный небольшой забор. Вот сюда. И сюда. Опа, молнии начались. А молнии могут сбить мой шарик? Не знаю. Вот сейчас и проверим, наверное. Теперь цепляем наш ускоритель. Вот сюда. А, прикинь, он так не цепляется. Э-э-э! Зачем прям тут-то? Я понял. Значит, ускорители мне нужны с нескольких сторон. Желательно со всех. И надо не забыть про переключатели. Я, правда, честно, вообще не знаю, как они будут работать. У меня тут четыре ускорителя. Их как-то надо настроить так, чтобы... Как бы... Понятно. Они все четыре врубаются. Плохо. Очень плохо. Ладно, тогда вот это вот я всё убираю. Лететь мы будем в одну сторону исключительно. Ну что, вроде молния закончилась. Я, в принципе, готов. Место всё освободил. Ставим крупный воздушный шар. И, в принципе, летим. А, так. Зимний биом там, так что нам вперёд. Полетели! Прощай, моя любимая деревня. Я лечу! 80 дней вокруг света. Вокруг лего света. Врубаем ещё раз нитро. Ништяк. Было бы неплохо, конечно, если бы расцвело. Может, я тут сейчас и потусю. О, холод, холод, холод. Беру факел. Холодно становится. Но у меня есть амулет. Хладнокровие. Плюс амулет внутреннего огня. Поэтому, должно не так сильно меня колбасить. Можно, кстати, тут ещё костёр развести. Хотя у меня древесины. А чё там? А чё так внизу темно? Солнышко, выходи, пожалуйста, поскорее. Очень холодно. Можно ещё один факел в руку взять? Вот один, пожалуйста. В две руки, так сказать. Вот так вот получше? Да, так немного получше. Слава богу! Солнце выходит. Расцветает. И мне сейчас должно быть не так прохладно. По крайней мере, мы теперь видим, куда уже можно лететь. А куда не стоит. Так что полный вперёд летим. Даже меч возьму. Хочу, наверное, вон туда, к горам. Прямо конкретно к горам. А там у нас что? Огромный куст. Очень похоже на гнездо огромной птицы. Так, а рулить-то как вообще можно на этой колымаге? Если возможно. Да, это огромный куст. Мы почти долетели. Там замок внизу. Классный такой. Почти долетели до этой горы. Я даже и представить себе не мог, что я сюда когда-нибудь доберусь. И как ты видишь, мы здесь, мы на горе. Всё, встали. Так, если я сейчас тут что-то начну ломать, то... Мы вниз опускаемся? А с каких это перепугов мы вниз опускаемся? Ладно. Разбираем, значит, нашу вот эту всю колымагу. Вот так вот. Все ресурсики у меня здесь. Отлично, забираем. Вот это ломаем. Всё надо отломить и собрать. Вроде никуда ничего не улетело. Здорово. Это нам потом пригодится, чтобы вернуться обратно. Можно съесть ещё бургер. О! И сразу хорошо. И сердец сколько восстановил. Теперь я могу тут спокойно бегать. И всё, ради чего я сюда прилетел, это, конечно же, срубить. Замёрзшую сосну. Наконец-то. Вот и эпические ресурсы пошли. Решил подняться в горку, на самую вершину, посмотреть, что там. И наткнулся на какое-то здание разрушенное. С сундуком. И непростым. Семечко перца есть. Сыр нашёл. Короче, жрачка попалась. Очень здорово. Сверху там... О, ещё здание. Часть замка, походу. Сверху ощущение, как будто сейчас брёвна полетят. На меня что-то скинуть хотят. А это кто? А это баран, вроде. Сыкотно тут ходить, потому что монстры, как мы знаем, тут бешеные. И очень сильные. Вот я и забрался на вершину. На самый верх. Ну, почти. Давай. Нет, не получится, скорее всего. Ух ты, огонь горит. Сундук на самом верху, смотри-ка. Ничего себе. Баран, ты меня подкинешь туда? Там сундук. Я думаю, что при помощи присоски своей я туда доберусь. Сейчас попробуем. Не зря же я её сделал. А там колобки проснулись. Меня уже бомбят. Может, не надо, ребят? Я же к вам не подходил. Да ладно, что, присоска не работает? Вот. Вот. Еее, я здесь, на вершине у этого сундука. И что же там? Сейчас ещё кто-нибудь на меня нападёт. Сигнализация сработает с сундука. Не, никто не напал. Так, стой. Стой. Куда что повалилось? Ну, явно стрела упала ещё. И как бы плотную шерсть я взял. Блин, я теперь с этой точки куда хочешь могу полететь. Я на вершине Эвереста. Я покорил эту гору. А, полетели к чувакам вон туда, где костёр есть. Посмотрим, что они там мутят. А, они сундук охраняют. Я сейчас постараюсь залететь вот сюда. Как они меня отстрелили-то? Ой, ой, ой. Больновато, ребят. На тебе. Перезарядка. Надо бегать. Надо шевелиться, не стоять на месте. Готово. Почти одному хана уже. Мимо. Ребята, мазите. Мазите. Забывать перезаряжаться. Опс, я упал. У меня сейчас будет хана. Готов один. Меч возьмём. Хлеб возьмём. Арбалечек в своё время настало. Сердец маловато, однако. Он защищает щитом. Куда-то мне спрятаться. Мне почему-нибудь пожрать. Меня здесь не достанут. А там он с другой стороны есть. Чувак бежит ко мне. Пожрать. Пожалуй, атак. Ребят, можно я пожру? Не беспокойте меня, пожалуйста. Что произошло? А! Меня, короче, убили. Но я воскрес. Но я воскрес. Где батон? Батон, 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 батон. Хавай, давай, быстрее. Хм, не докинул. Хорошо. Блин, амулет, конечно, сработал. И он исчез. И у меня, соответственно, теперь сердец меньше стало. Блин, амулет воскрешения. Не круто его делать. Я думал, что если я сдохну и воскресну, амулет перезарядится и будет дальше работать. Ну, нифига. Там же, в принципе, так и было написано на амулете, что он исчезнет. Какой-то блок подобрал. А, это сыр. Что тут ещё у него было? О, арбалет. Возьму его, пожалуй. Что, может, в близний перейдём бой? В близний бой перейдём? Нет, ребят? Как-то. Хорош. Коктейльчик какой-то. Шейк. Шейкер, шейкер, патимейкер. Ты так и будешь ко мне, да, кидать? Я тогда в близкие подойду. А, меч достал. Такой рыцарь. Как он? Ничего себе, как он лупасит-то. Сразу мне четыре сердца снёс. О, наконец-то. Длинный меч редкий я у них выбил. Пойду гляну, что они в сундуке там охраняли. Чуваков тут больше нет. Вон там бегут. Ещё идут. Эх, надо поскорее открывать сундук. Фигня какая-то. Ради этого я потратил свой тотем. Блин. Возьму сейчас динамит и кину в них. А им хоть бы хны. Им хоть бы хны. Ладно. Я собираю дерево. И валю отсюда нафиг. Не получилось. Блин, 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 блин. Уходим. Как человек-паук. По красоте. Вот так-то. Нет, не получилось. Блин, сколько я уже израсходовал за выстрелов-то своих залпов. Я вроде бы убежал. Значит, ледяное дерево у меня есть. Можно теперь возвращаться домой. Выстрела. Спасибо. И делать кирку. А это что такое? Вот что я могу при помощи кирки. Это малахитовая руда. Посмотрим, где мой дом. Мне надо в ту сторону. Вот так вот. Ставим здесь блок. Ставим ускоритель. Конечно же, шарик. А, что, нет. Переключатель без него. Как я? Вперед-то полечу. И воздушный шар. Взлетаем. Или не взлетаем? А что, не летим? А! Я же потому, что на высоте на этой нахожусь. Куда я полечу-то? Понял? Надо это все переместить в другое место. В принципе, я даже дом отсюда вижу свой. Вон он. На горе. Так что, выставляю площадку. Все по технологии. Еее, мы летим. Погнали отсюда. И ночь как раз наступает. О, сундук какой. Как он светится. Ну, там наверняка, как и в прошлом, нифига интересного для меня ничего не окажется. Летим скорее, а то мне уже холодно. Хотя, у меня бургер действует еще. Так что, не так уж и холодно. Если я достану факел. О, хорошо. Тепло и уютно. А вон мой дом. Мне бы теперь как-нибудь повернуть туда. Как-нибудь повернуть. Когда уже руль-то придумает, елки-палки. Я тут до утра посижу, а там, когда день наступит, что-нибудь придумаю. А на этом, пожалуй, все. Если понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться. Если ты еще этого не сделал, чтобы не пропустить следующего ролика. На котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok